Дорогие друзья, продолжаем нашу сегодняшнюю встречу. У нас в гостях известный психолог и специалист по работе с любыми психологическими зависимостями Владимир Александрович Иванов. И мы говорим о том, как поверить в избавление от зависимости, что очень сложно в современной нашей жизни, потому что в традиционной медицине этот процент достаточно невысок, и у людей сложилось неверие, недоверие в это. И, насколько я знаю, и ваши курсы, которые помогают людям избавиться, они немногочисленные. Нет, группа составляет где-то в пределах 10 человек. 10 человек. Это же штучный товар, по идее, то, чем вы занимаетесь. И, учитывая этот процент вашей работы, он достаточно высок, это 99% даже за первые 2 часа, как вы говорите. Снятие тяги. Снятие тяги, да, снятие тяги по любой зависимости. Как это происходит, Владимир Александрович? То есть, что такое излечение и от чего оно зависит? Чтобы наши телезрители понимали и, наконец-то, поверили в то, что это вполне реально избавиться от любой психологической зависимости, не находясь в каких-то закрытых пространствах, да, то есть революционных центрах и так далее. Потому что у вас, насколько я знаю, это просто практические занятия, куда приходят люди, да, вы проводите несколько часов практических занятий, в течение 12 занятий и всё. Да, совершенно верно. Надо действительно понять, что такое результат. Что же это такое результат? Давайте отправимся от понятия психологической зависимости. Это мысли, чувства и желания. Поэтому, смотрите, если человек не работает своими мыслями, чувствами и желаниями, эффект не наступает. Значит, нужно что? Их изменить. Я уже говорил, что вот первое, что мы делаем, это устраняем патологическое влечение или обсессивное влечение. Это всего два часа работы. Это уже делается 20 лет, это уже такую скомину набило, что... 20 лет по 10 человек. Это уже привычная вещь. Конечно, людей это удивляет, но вот эту задачу сразу решается. Первая задача с первого занятия решается. И потом, значит, мы переходим уже к второй части, это мысли и чувства, которые запускают человека, значит, вот это поведение, связанное с употреблением. Значит, это целый тест, который определяет облик зависимости. Мы сразу видим ситуации, в которых человек научился употреблять. И там, как правило, наши знакомые и нашим всем нам чувства. Какие? Обида, вина, стыд, страхи. Это вот страх одиночества. Это то, что как раз вот эти чувства, которые запускают эту реакцию, которые как раз труднее всего и остановить. Это лекарствами остановить невозможно. Чувство возникло, он тут же вытаскивает это желание, и человек, вопреки всем обещаниям, сразу идет употреблять. Он это понимает, да, это как раз и обнаруживается таким образом. Он не хочет, он вроде и тяги нет, но все равно идет и употребляет. Значит, мы приступаем к работе вот с этим фактом. Что это такое факт? Значит, это нужно сначала, это же в голове человека, да? Значит, нужно что? Написать его на бумаге. Что это у человека в голове? Вот у нас есть определенный алгоритм работы, мы... То есть алгоритмы, это определенные, правильные, я знаю, потому что я у вас была на занятиях, правильные вопросы, да? Да. Я, правда, была на занятиях по пяти чувствам, да, у вас есть такая очень интересная тоже программа. Эмоции, да. Да, по эмоциям. Но я думаю, что алгоритм тот же, да, и в работе с зависимостью. Что мы делаем? Мы обращаемся к мышлению. Человек должен обратиться к собственному мышлению, мы позволяем ему через вопросы... Например, хотя бы один вопрос обозначьте, ну, например. Опишите ситуацию, в которой вы употребляли наркотик, алкоголь или там шоколадки привыкли. Опишите ситуацию, то есть обстановку. Стимульную группу, на языком физиологов называют стимульную группу. Описывают. Описывают потом свое самочувствие. При этом. Да, самочувствие. И только после этого пишут мысль об этом. Мысль. Какая мысль возникает? Съесть шоколадку, да, при том, что съесть целую несколько порций макарон. А в данном случае мы говорим о том, что возникает мысль о употреблении. Какая мысль? У каждого она своя, своя индивидуальная. Что это? На алкоголь, там, наркотик или табак. А какая мысль? Обычно пойду-ка я выпью. Неважно. Он четко знает, человек, все. Это его мысль. Мы не можем, так сказать, взять, посмотреть черенорентген, что у него там в голове. Он четко его напишет. Всегда это есть. А дальше все... Даже самая простая какая-то, неважно, это может быть все, что угодно. Мы просим, какая есть, то вы пишите. Почему? Потому что она, мы говорим, не обязательно правильно, грамотно писали. Вот как вы поняли, так и напишите, потому что другого ничего нет. И он и начинает писать. Там предложение правильно пишет. Что в голову приходит, то и пишет, да? А потом всю схему поведения расписывает в ситуации. Всю, как от начала до конца. Нам важна вот эта часть, подготовительная фаза. Мысли человека. Что запускает этот механизм. К реальному поведению. И только после этого тоже проводится итерационное угошение. И вместе с этим как раз уходят мысли, и позыв уходит к совершению этого действия. То есть так работает наша психика. Да, мы работаем исходя, как работает наша психика. Ну, благодаря вот академику Павлова, Анохиной, Юрию Михайловичу Орлову, это вот наши современные... Основатели, да? Да, психологии нашей школы психологии. Более известно как соногенное мышление. Мы теперь понимаем, как вскрыть вот это, то, что происходит в голове. Вот когда вскрыто это, мы можем проводить угошение. И на эту же ситуацию ставим новую модель. Новые мысли, новые чувства и другое желание. А у нас желание... У нас есть звонок телезрителя. Давайте послушаем. Давайте. И продолжим нашу беседу. Здравствуйте. Пожалуйста, говорите. Вы в эфире. Алло. 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 Алло, доброе утро. Доброе, да, здравствуйте. Доброе утро. У меня вопросов на самом деле никаких нет. У меня есть только... Только просто хочу выразить благодарность за одного своего родственника, который вот благодаря вот этим курсам... Ну, прошел, по-моему, один курс и практически полностью избавился от игровой зависимости на компьютере. То есть, ну, человек вот реально... Человек реально вернулся в семью. То есть, если раньше он ночевал и дневал в обнимку буквально со своим ноутбуком, то теперь он вспомнил, что у него есть жена и дети. Огромное спасибо. Просто реально огромное спасибо. Спасибо вам, да. Спасибо большое. И я тоже хотела спросить и сказать о том, что после нашей программы ведь несколько человек уже приехали к вам на занятия и уже прошли курс. Какие у них, скажем так, результаты? Если, коли мы говорим о результатах лечения. Давайте начнем рассказать с другого. Значит, люди приехали, это характерно и интересно, да. Один приехал за 3000 километров. Другой приезжал на занятия, мы сейчас будем на трех. Один из сопредельной, из Московской области, областью приезжал. Прям каждый день на машине, каждый день практически, да. А другой из Подмосковья приезжал. Это время тратилось, время на то, чтобы прийти на занятия. Вот когда говорят, что они такие наркоманы нехорошие, они ничего не хотят, но самопрактика, жизнь показывает, что они действительно этого хотят. На первом этапе они сомневаются, что получится, не получится, но когда они понимают, что они получают, они начинают активно включаться, потому что каждое занятие, это положительный эффект, ну, скажем, первая встреча, это снятие тяги, это уже что происходит? Восстанавливается сон, уходит депрессия, колебания настроения, апатия исчезает. За это время он видит эффект. Вот он в руках держит это. Они прямо реально вот после первого занятия уже... Совершенно. Прежде всего, хорошо начинают спать. Поскольку результат этот в руках, он что делает? Он мотивирует к следующему шагу. Конечно. И тем самым мотивация начинает порастать для продолжения этой работы. Вот. Значит, мы берем эту работу, как работу, расписываем программу поведения, прекращаем ее, формируем новое. И так по каждому событию. Что же человек получает? Он получает что? Сформировавшуюся новую ментальную привычку, новые мысли, управление чувствами и отсутствие желания, вернее, другие желания в той же самой ситуации. То есть за 12 занятий это все уходит, он получает новую привычку, он успевает ее сформировать. Здесь надо добавить, что вот эти ментальные привычки, они изменяются достаточно быстро. Поэтому срок короткий. А я думаю, что долго. Нет, нет, нет. То, что нарабатывалось годами, практически жизнью, так, мне казалось, что это очень сложно. Ментальные привычки, это происходит изменение быстро. Но если мы действительно устраняем патологическое влечение, вот эту абсцессию за 2 часа, то реабилитационный процесс, он не может быть растянут на полгода. Он вот все за эти 12 занятий укладывается. Мы говорим, условно 12, кому-то нужно 9, 10, кому-то чуть больше. Но мы уже в этом границах, мы все можем сформировать новое, устранить прошлое и сформировать новое. Это вполне достаточно. Значит, смотрите, мы как раз вернемся к результату. Ведь когда люди приходят, всегда есть сомнения. Конечно. Без этого никогда не бывает. Снятие тяги, значит, человек чувствует себя лучше. Начинаются сомнения ослабевать и приходить, проходить вернее. Значит, потом делаем еще два шага, и когда человек понимает, что он может справляться своими мыслями и чувствами в конкретной ситуации, мы предлагаем ему что? Ну, как бы по умолчанию предлагаем проверить результат. Вы предлагаете, что у вас бутылка вина на столе стоит, пачка сигарет, шоколадки. Этого не нужно. Дело в том, что человек может выйти в мир, и там эти пачки сигарет, бутылки вина или наркотики, они вот, они представлены. Он может с ними встретиться. Чем как раз и привлекает методика? Что результат, который они получают, они могут проверить. В операционных центрах это сделать невозможно. А тут человек выходит в мир и видит события, видит, что тяги нет. Позыва совершать какие-то там тоже нет. В этом есть привлекательность технологии. Понимаете, какая вещь? Значит, один из элементов этого результата есть возможность проверить результат. Возможность. Прямо в процессе занятий. Пока они идут, человек может идти в любую ситуацию и там же проверять. Мы только единственное, что просим, вот взять на себя ограничения, не входить в те ситуации, в которых ранее было употребление, самостоятельно, пока мы их не проработали. Почему такая позиция? Она заключается в том, что мы не можем человека спрятать от жизни. Ну, это невозможно. То есть, он выходит в мир, вот они, вот эти люди, вот те же самые бутылки в магазине. Друзья, компании, окружение. И человек должен быть готов к этому, чтобы войти в эту ситуацию. И в этих же ситуациях что сделать? Воспроизвести новую модель поведения. Новые мысли, чувства и желания. Если он это делает, она закрепляется точно так же, с той же силой, которой закрепилось наркотическое поведение. Только другие мысли, чувства и желания дают гарантированное состояние, что человек не будет употреблять. Хватает у человека сил выстоять? А здесь не нужна сила, кстати. Правда? Никаких усилий не требуется. Я помню ваши слова. Все делается без усилий. Без усилий. Без усилий. Смотрите, в чем дело. Действительно, это необычно приходится поэтому людям объяснять, потому что вот когда люди приходят, они же... Ну, потому что все бороться, понимаете, все готовят себя к какой-то жуткой борьбе, что это очень тяжело. Да, мы же не заходим в интернет, и есть такой центр, центр где-то... Борьба не на жизнь, а на смерть еще, понимаете? И это действительно так бывает? Да. Понимаете, в обществе создалось представление, что надо вот проходить реабилитационный курс, там, сколько, полгода, год, но, тем не менее, нужно постребляционное сопровождение, когда человек готовится к что? Предотвратить срыв. Это официальная наркология и есть... То срывы могут быть. Срыв могут быть, да. То есть, готовит официальная медицина, говорит. Срыв говорит еще раз о том, что главная проблема не решена. Значит, он человек в чем? Он в напряжении готов отражению к тому, что в тот мир, в котором он войдет. Но он в напряжении. Да, потому что он сам нарастает чувство, человек не видит и не понимает этот механизм, надо нарастать напряжение, через какой-то период происходит срыв. Что у нас? Мы просто из головы, образно говоря, изымаем старую программу. Это делает сам человек. Формирует новую. И начинает ее повторять с тем, с тем, с тот же эффектом, как и старую программу, которую. Эффект – это положение положительного чувства, приятное состояние, которое он достигает. Но именно это приятное состояние закрепляет эту ментальную привычу, когда он входит в реальные события, сохраняет свою трезвость и при этом чувствует себя комфортно. Поэтому бороться ему нет необходимости. То есть, да, вы просто как бы меняете файл. Сначала ему было хорошо от алкоголя, а после ваших занятий ему хорошо также без алкоголя. Без алкоголя, трезвый, да, абсолютно. Это как-то ещё выглядит, знаете, когда идёт занятие, ещё занятие, люди начинают думать. Вот надо думать о будущем, там, работа, учёба, семья, как это вот... Как складывать жизнь, что делать. Раньше это место занимал алкоголь, там, я не знаю, шопоголизм, та же игра. А теперь, теперь этого нет. Это тоже ментальные привычки? Это всё ментальные привычки, и это проявляется вот в последней группе, как раз она, люди сказали так, отображилось так, что... А вот если жизнь после того, как мы прекратим, если жизнь, да, вот это действительно такое интересное выражение. То есть их как-то пугает привычное состояние к трудности решения жизненных проблем в отношении с людьми, да. Что будет после, да, что будет дальше. И вдруг он не употребляет, живёт себя комфортно, спокойно. Именно вот это чувство внутреннего комфорта, успокости и удовлетворения с собой позволяет понять, что эта жизнь другая. Какие-то примеры есть? Вы знаете, вот последняя группа, там, август месяц, там, интересный молодой человек, он ездил из Подмосковья, игровая зависимость. Просто возьмём игровую зависимость. Он говорит, мне же надо ехать там на электричке час-полтора, там ещё пока добираться, это два часа туда, два часа обратно. Вот я же приезжаю на вокзал, у меня ещё время есть, это расписание электричек, есть время для того, чтобы посидеть. То есть, раньше бы я прям вот всё заводился, бы искал, думал и как, а то я понимаю, что этого нет, позыва нет, мне хорошо. Более того, у меня есть деньги, мне с собой, мне родители деньги доверяют. Я начинаю заниматься другими делами. Для меня это было вообще необычно, потому что, он говорит, для меня это необычно, потому что он прошёл два реабилитационных центра и выходил, и всё с тем же эффектом. То есть, всё началось сначала. Он проверяет результат, хотя ездит ещё на занятия. Он может убедиться, что тот эффект, ради которого он пришёл, вот он здесь в руках, главное, что делать, чтобы закрепить его? Нужно просто повторять эти ментальные привычки, то есть, вот этот ход мысли, который он вырабатывает на занятиях. Именно это позволяет чувствовать себя хорошо, поэтому это снимает сомнения, и они как бы возвращаются в этот мир. То есть, они хорошо начинают социализироваться, начинают думать о том, как восстановить семью, восстановить работу, учёбу, если нужно. Они уже это начинают делать в процессе занятий, когда подходит как бы курс к концу. Тоже без напряжения, без особых каких-то, без особой борьбы. И борьбы не нужно, вообще не нужно. Или какого-то сопротивления или напряжения, да, то есть, никакой борьбы. Всё спокойно у вас, с чувством покоя. Мы исходим из того, как работает мозг, как работает психика. Она не терпит насилия. Она просто не терпит, и чем сильнее насилие, человек не чувствует, в общем, жизненной радости. Владимир Владимирович, как быть тем людям, которые, вот, я знаю, что они лечились, кто-то кодируется, причём долгие годы, всё замечательно, всё хорошо. Я знаю, пример, 15 лет, даже 20. А потом срыв, и всё сначала. И люди просто, ну, гибнут. Они медленно, но верно идут к своей гибели. Что происходит тогда в жизни человека? Вы знаете, надо просто понимать законы поведения. Законы поведения говорят о том, что поведение может восстановиться. Ну, если один раз сложилось, то эти следы, связи, вот это биохимические и нейрохимические отношения, они как следы. И всё связано с том, в какой ситуации человек может находиться. Если человек находится в определённой ситуации, стресс сильный нарастает, он может, конечно, вернуться к этому предыдущему поведению. Но, чтобы этого не было, нужно закреплять, повторять ход мыслей для того, чтобы решать жизненные задачи без применения. Ведь таких людей много в стране. Конечно. Взять таких вот направлений, трезвенники, да, их там разных клубов, разных организаций много. Они живут в том же мире. Вот, например, я с 86 года не употребляю алкоголь, да. Но я живу в этом же мире. Всё то же самое, те же самые стрессы, те же переживания. Способ решения другой. Способ решения другой, да. Скажите, что зависит от самого человека, а что зависит от специалиста, вот в процентном соотношении, вот в излечении, да, в избавлении? Значит, от специалиста зависит правильное понимание механизма его зависимости, человека. И правильно проведение процедуры, как угошения, так и формирования новой модели поведения, чтобы он её применил в реальности и проверить результат этого применения. А вот очень правильный вопрос ставить. Ведь когда люди приходят за результатом, они ждут, что что-то с ними сделают. Да. Ну, как обычно, приходим к врачу, там человек определил проблему, болезнь, назначают лекарства, человек идёт, должен что-то глотать таблетки и ждать пассивного результата. Здесь пассивного результата не может быть. В принципе. Почему? А потому что это мысли его человека, чувства его, желания его. Из-за него их никто изменить не может. Вот эта часть ложится вся на человека. И если он это не сделал, будьте любезны, несите ответственность сами. Ну, знаете, подавляющее... Делаете там особенно ничего не нужного у вас. Да, в том-то и делаешь. Нет, мы показываем, как это сделать, специалист это видит, и вроде такая... Идёт вроде такая спосвойная беседа, разговоры, делаем упражнения. Вроде бы особо ничего нет. Но там идёт такая серьёзная работа, когда мы смотрим, как двигать человека к тому эффекту, который нужен, чтобы он получил. Там угошение точно провёл, чтобы мыслей, чувств не было. Вы это контролируете? Да, мы проверяем это, специалист проверяет. Но человек должен это делать. Если не делает, мы же не можем ничего в этом плане. Кстати, сказать, что большинство твоих работают. Они же с удовольствием работают. Конечно. Если у вас 99% эффекта, то, конечно, работают люди, самые разные люди, самых разных возрастов, профессий, уровней образования. Правильно? Тут надо добавить следующее. Ведь одна из проблем современной наркологии, то есть, неважно кто там, в частной клинике, люди уходят с реабилитационных программ. Это серьёзная вещь, она мало обозначается, но она существует. И только потом, когда люди пришли на программу, кто-то ушёл, от тех, кто остался, меряется, эффективность меряется. А вот за 20 лет, что приходилось применять, ну, человека три ушли. Ну, там другие мотивы, там люди, человек пришёл, вот в Красногорске у меня товарищ был, он говорит, вы знаете, честно говоря, парень со стажем, 10 лет героин, он говорит, вы знаете, мне хочется ходить, но я не пойду, потому что надо это, как бы, это всё-таки платно. Пусть деньги небольшие, я не могу больше тянуть из родителей деньги. Не могу. Совесть не позволяет, поэтому вот такие вот вещи были. Процесс вы уже в него запустили, скажем так. Да, процесс уже идёт. Есть люди, которые сомневаются в эффективности, результативности. Мы говорим, ну, хорошо, вы сомневаетесь, вот приходите к нам на сайт, приходите к нам на консультацию. Если вам этого недостаточно, заходите на сайт, там есть отзывы людей, видеоотзывы, кстати, где можно посмотреть, создать свои представления. Да, приглашаем телезрителей зайти на ваш сайт, почитать отзывы, потому что наша программа подходит к концу, вот мы должны, как бы, сделать, подвести итог и направить их в нужное русло, коль был такой яркий запрос, да, от наших телезрителей. Ну, для того, чтобы ещё снимать сомнения, мы приглашаем человека, ну, приходишь, да, вот мы можем тебя просто снять тягу и отправить, иди дома и дальше. Действительно. Даже никаких там уговоров, там, мотивации. Два часа и всё. Вот состояние, когда человек быстро начинает засыпать, тяги нет, это есть та самая мотивация, которая побуждает человека вернуться обратно. Это может быть на следующий день, через неделю, через месяц, приходят, садятся, именно вот эти люди лучше всего и работают, да, это как бы там их не надо пододвигать что-то, выполнить объём работы какой-то. Они молодцы в этом плане, действительно сходят с наркотикой, это термин ребят, вот. И эффект, он наступает. Но эта часть, часть это специалисты, скажем, от меня, но часть, это человек, это обязан он сделать. Потому что это мысли его, чувства его, желания его. И жизнь его, понимаете, да, и жизнь его. Ну что ж, спасибо вам огромное за сегодняшнюю беседу. Я думаю, что мы, так сказать, попробовали утвердить наших и укрепить наших телезрителей, веря в то, что можно избавиться от любой психологической зависимости. Для этого нужно, главное, изменить свои мысли, чувства и желания, или прийти к вам за этим, да, за этим эффектом на ваши занятия. Достаточно посетить хотя бы первую консультацию, да, или какое-то первое небольшое занятие, и это всё вполне реально. Зайти на ваш сайт, почитать отзывы людей, которые, конечно же, я думаю, ещё раз утвердят в мысли о том, что это всё реально и возможно. Поэтому буквально ваши два-три слова пожелания, и мы покидаем наш эфир. Да, есть сомнения, у многих людей существуют эти сомнения, чтобы их снять, нужно всё-таки получить необходимую информацию, либо это звонки к нам, мы отвечаем на вопросы, либо это первые контакты, это консультация, либо проба, так сказать, настолько, то, что мы говорим, правда, да, и только после этого принимается решение. В основном это принимают решение родителей, чтобы донести до своих детей, у которых есть проблемы. Ну что ж, спасибо вам огромное, поэтому, дорогие друзья, не сомневайтесь, помните о том, что из любой ситуации всегда есть выход, и в этом вам поможет нить Ариадны, ваш надёжный проводник в лабиринте жизненных проблем. До свидания, до встречи через неделю, ждём ваших звонков, и обязательно будьте счастливы!